Он стал меня преследовать и говорить о том, что ему нужны деньги. Я с ним вступила в полемику, естественно, что деньги нужны всем, не только вам. А он мне в ответ говорит, а мы хотели вас ограбить. Прямо в открытую мне сказал. Я говорю, вы шутите, молодой человек? Спустя минуту выяснилось, нападавшие не шутят. Они начали жестоко бить потерпевшую. Злоумышленники выхватили у Нелли Ефремовой пакет с продуктами, дамскую сумочку с документами и деньгами и скрылись. Здесь вот синяки под глазами пошли, и вот, то есть лицо у меня, губа внутри там вся разбита. И нос вот здесь тоже внутри, видимо, тоже разбито все. Нападавших задержали практически сразу. Взяла след разыскная собака. У злоумышленников изъяли похищенное. Выяснилось, ранее эти мужчины осуждены за грабежи, разбойное нападение и убийство. Но были освобождены условно-досрочно. Можно сказать, что это профессиональные преступники. Потому что, чтобы скрыть свое причастное к совершению данных преступлений на нашей территории, они приходили из другого района и после совершения преступлений сразу же уходили. Мы подозреваем их в совершении серии грабежей на территории Зержинского района. Один из задержанных пытался разжалобить полицейских, ссылался на тяжелое материальное положение и необходимость содержать двух малолетних детей. Другой, в ответ на вопрос о причине жестокого избиения, сообщил, что был пьян и тоже пожаловался на нехватку денег. Были такие единопроездки, когда хватало, да и пройдет. Ну, жена, я таки надеюсь, что как-то по ним дадут последний шанс, чтобы исправиться и все. Задержанные взяты под стражу. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих людей, обратиться в городское управление внутренних дел по телефону 229-28-23 и 238-55-30. Елена Иговцева, Сергей Чупин, Телевизионная служба новостей.